Какие же красивые эти бриллиантики, я не могу. Я, кстати, сегодня, ну, я не записала ворота сторис, но у меня даже цепочка моя блестит с этой маской. Так красиво. О, кольцо тоже блестит. А вот кольцо у меня тоже вроде блестит, да? Да, да. Такие красивые они. Как вот так вот? Вот это же камень. Это же просто камень. Но он так манит, он так прекрасен просто, переливается, блестит, сверкает. Так, друзья, эфир у нас короткий будет и по определенной теме. Надо срочно найти крутой фильм. Пост на эту тему я уже писать не буду, потому что я писала его меньше месяца назад. Ну, может, месяц назад. Но просто несколько дней назад я уже из того поста пыталась найти нормальные фильмы и ничего там особо классного не нашла. Поэтому намек мужу на подарок. Не, не, муж надо это прямо говорить. Без намеков. Камень с определенными свойствами, да. Так, погодите, не отвлекаемся. Все, бриллиантики это такое. Игра слоум. А ну-ка, давайте. Я сразу же, у меня тут на руках мадам пришла. Так, как вообще. Эй, не рви. Курица. Так, у меня тут сразу же на руках планшет. И я буду заходить и... Тася! Чё, попухло, что ли? Так, игра слоум. Смотрите, сразу вам скажу. Я не смотрю от простуды. Недавно заранее огромное спасибо. Я вам рекомендую сходить к врачу, потому что то, чем вылечилась я, написал мне врач. Это не просто типа подошло и подойдет всем, а все-таки надо проконсультироваться с врачом, чтобы он сказал, что именно вам нужно. Потому что я пила антибиотик. Я не знаю, нужен ли он вам, и я не буду рекомендовать. Так, так, так. Это кошка, а не курица. Курица. Когда рвет, то она курица. Так, не ужастик, не тупая американская комедия, не боевик. Интересный, затягивающий, интригующий. Вот такой. Заставляющий задуматься. Кстати, мы на прошлой неделе, по-моему, посмотрели фильм, да. Я вам его не порекомендовала. Фильм очень крутой. Наверное, завтра в сторис я вам его порекомендую. Ждите, сейчас не буду говорить. Игра. Слоун. Такс. Это хороший триллер. Еще охота на фазанов. Так, подождите, подождите. Так, драма-триллер. Это, типа, большая игра? Или нет? Блин, единственное, знаете что? Вот, может быть, кто-то из вас уже смотрел этот фильм. Я помню, что мне его кто-то порекомендовал. Я тогда посмотрела трейлер и подумала, что... Ну, попозже его посмотрим. Просто он немножечко такой жутковатый был. Я подумала, ну, на тот момент, короче, не то настроение у меня было. И я, блин, не могу найти... Невидимый гость я смотрела. Давайте другой. Вот формат правильный. Вот, то есть, вот, невидимый гость. Понравился нам очень фильм. Это как раз-таки, что я ищу. Вот что-нибудь подобное посоветуйте. Мы любители таких фильмов. И большинство знаменитых мы уже пересмотрели. Пождите, не буду перескакивать. Про что я рассказывала. Короче, фильм вы мне порекомендовали. Он из новых, по-моему. Ну, ему не больше года точно. Там что-то было про глухонемую или глухую девушку. Про то, как убили ее соседку. И она, ну... Она сделала вид, что она не слышала и не была свидетелем этого. Но она на самом деле слышала убийство. То есть, она была свидетелем. И потом что-то вроде как должна была то ли отомстить, то ли найти, то ли передать секрет от этой девушки, которую убили. Короче, если кто-нибудь из вас смотрел этот фильм, пожалуйста, скажите, как называется. Потому что я в прошлый раз искала, не могла найти. Так, так. Опасная игра Слоуна. Ну, давайте посмотрим, что это у нас такое. Есть еще раздражительность. Что-то я посмотрела. Профиль... Ой, это профиль, боже, уже началось. Посмотрела трейлер раздражительность. Мне показалось слишком плоский. Ну, то есть... Ну, что она там... Убьет она кого-то? Ну, там, любовницу мужа или мужа самого. Ну, захочет их убить и отомстить им. Да? Это же вот это вот в раздражительности. Мне кажется, как-то... Слишком плоский, короче, фильм. Надо, чтобы ты сидел и просто, блядь, загадка была настолько, что ты до конца, пока тебе уже прям не развяжут и не скажут, что, чтобы ты не мог предугадать сюжет. Вот такие фильмы я люблю. Хотите, я вам порекомендую, если... Ну, я так вижу, что здесь есть люди, которые... Ну, типа, убила, да. Ну, вот, пожалуйста. Короче, фильм «Лучшее предложение». Фильм «Исчезнувшее». Фильм... Как это? Транс. Блин, ну, короче, не знаю, может, пост легче мне вам скинуть. Да, это маска такая. Короче, как я сделала, чтобы она у меня появилась? У того человека, у которого такая маска... Вот вы смотрите, у него историю. Ну, скорее всего, в записи. Не знаю, здесь есть сверху? Типа, попробовать. Название маски «Бэтгалери» — это, скорее всего, от Рианы. У него же такой ник. И, короче, и типа, попробовать. Вот я нажала «Попробовать», и такая маска появилась у меня в масках. До этого ее не было. «Исчезнувшее транс...» Ой, для себя писала. Ну, не ведь... Так, подождите. Смотрим, значит, трейлер фильма «Опасная игра слоун». Давайте. Я, по-моему, смотрела, да, или нет. О, нет, я не смотрела. Интересно. Так, про правительство. Я люблю такое смотреть. Здесь всякие там политические интриги, там... Сейчас посмотрим рейтинг и решим точно. Значит, превратить в ничто. Это дело важное ничего, моя котла. Поразительно. Ты вышла за рамки. Коррегина. И просто непостижена. Цель застать их врасплох. И быть готовым ко всему. «Опасная игра слоун». Так. Ну, вот. Вот же написано название фильма. «Темнадцать второго августа». Так, кто смотрел? Кто смотрел этот фильм? Понравился ли вам он или нет? Сейчас я зайду на кинопоиск и посмотрю рейтинги. Я боюсь, что мне понравится, а мужу нет. Я люблю, я смотрю всякие сериалы, вот эти вот, типа «Карточный домик», «Миллиарды». Сегодня, кстати, досмотрела третий сезон. Вот. Я люблю такие сериалы все вот эти, которые с политическими всякими интригами, там, и так далее. Вот. Но боюсь, что мужу может не понравиться. Так. Че, рейтинг хороший. Семь с половиной, почти семь и шесть. Ладно, хорошо, рассмотрим этот вариант. Дальше. О, посмотрю сегодня «Невидимку» вашу. Сейчас посмотрим в него фильм про глухонемую, где убили ее подругу. Называется «Невидимка». Огонь, Оля, спасибо огромное. Сейчас посмотрим трейлер с вами вместе. Так, спасибо, что ответили про маску. Хорошо, вечер вам, Любаш. Да, у нас с вами схожий вкус. Лучшее предложение. Не приложение, а предложение. Очень крутой фильм. Прямо, пожалуйста, посмотрите его все. Вам понравится. Так, охота на фазанов. Не, просто вам круто про конгрессы, как законы двигали. Это я, Гоинс, сама люблю такие фильмы. Так, 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 так. Охота на фазанов и «Невидимка». Идеальный незнакомец, по-моему. Идеальный незнакомец, по-моему, смотрела. Так, давайте это. «Невидимка». 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 Что-то галимый рейтинг. Очень, я бы даже сказала. Кто-то смотрел этот фильм? «Охота на фазанов» сейчас посмотрим. Блин, ну триллер мне нравился. А что ж тогда рейтинги такие низкие? «Невидимка». Так, смотрим трейлер. Давайте выключим. Эй. Ой. Без меня тоже какой-то... Прикольно рекламу надо еще смотреть. С 11 октября. О, уже, наверное, идет русский фильм какой-то новый. Красивая вот эта вот актриса. Мне нравится она. Она же из этого, из сериала, как он, «Мажор» или как называется. Так, все, смотрим трейлер фильма «Невидимка». Девушку с татуировкой, конечно, смотрела. Вы знали, не вспомнили. Мы жили рядом, а мы уголчили браками. И мы ничего не слушали. Нет. Нет. Доктор Крисмин, Игорь Николаевич, высловида на собственной квартире предположительно совершил самоубийство. Те, на военных махинациях Радич официально обознал тело, что я почти... Хорошо, знали, Радич. София, они мне этого не простят. Возьмите, есть одна свидетельница. Но она слепая. Тое, что потеряного органа чувствует, делает достаточно быстрее. Я чувствую, что они не знают. Эти люди убирают каждый день. Это все остальное. Игорь Николаевич. Игорь Николаевич. Игорь Николаевич. вот короче ну видим прям вообще печальный почему так так что там охота на фазанов охота охота на воров охота на лис охота на пиранью охота на дьявола охота на гуся даже есть прикиньте так охота на на фазаны фильм мистерию охотники на фазанов подождите есть охотники на фазанов правильно фильм не прощенный мне не понравился я уже говорила на эту тему видение тоже интересный 2015 года так не интересный охота на фазанов тоже слабый рейтинг 6,8 ну ладно посмотрим посмотрим трейлер значит охотники так смотрим трейлер вместе ли вам неинтересно чтобы вы понимали мы выбираем сейчас фильм на вечер и а и Русские грилы. Да. Спасибо. Я не смотрел. Эй. 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 Невозможно смотреть не на русском и не на английском. Так, давайте я так прочитаю. Двое детей-близнецов были найдены зверски убитыми в Летнем загородном доме. Ряд фактов указывали на причастность к делу группы студентов, но расследование было прекращено после того, как местный отшельник признал себя виновным в этом инциденте. 20 лет спустя это дело попадает на стол Карла Меркла, который начинает позревать, что в нем что-то не так Время Время это нерв Давайте нерв 2016 или 2013 года Эллен Шунс Эллен Шунс 12 лет рабства не смотрели Какой жанр фильма 12 лет рабства Чудо очень крутой Какой жанр у фильма Чудо Так Блин Нерв Игру правда или действие Где правды нет Зрители платят Игроки получают деньги Игроки и славу Зритель ты или игрок Зритель ты или игрок Зритель ты или игрок Зритель игрок Круто, да? Может быть интересно Это законно? Жизнь проходит мимо Порой стоит рискнуть И все поставить на кон И я сейчас не рискую Тогда сыграй в мир Ты принимаешь вызов? Целовать вниз на кон Целых пять секунд Вот только Игроки Ладно Лучше не драма Это ли? Ладно Что еще остается? Тут сказано Просто покинуть магазин Я фанат Все в мире Я почти закончил якорь Что? Он шокер Деньжат приварила Зрители кто-то погиб Во время игры А если свалить? Наблюдатели украли наши личности Мы стали пленниками Игроки Вим Твоя жизнь в наших руках Победа единственной Помни ты мои глаза Не надо Покажем! Игроки Покажите ваши руки Так 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 Вот три драмы Как основаны на реальных событиях Началось автоматом Спасибо за ваш труд Польш Ваша книга дала мне новую надежду Это Продолжение следует...